Книга судей Израиля, глава пятнадцатая Некоторое время спустя, в дни жатвы пшеницы, пришел Самсон повидать свою жену, прихватив с собой козленка. Он сказал, «Дайте мне войти в комнату к моей жене». Но ее отец не пустил его и сказал Самсону, «Я был уверен, что она стала тебе ненавистна и отдал ее твоему дружку. Вот ее младшая сестра, разве она не лучше? Можешь взять ее себе вместо старшей». Самсон ответил, «Уж в этот раз не будет в том моей вины, что я отплачу филистимленам». Пошел Самсон и поймал триста лисиц. Он приготовил факелы, связал лисиц хвостами по две, привязал каждой паре хвостов по факелу, поджег факелы и выпустил лисиц на филистимские поля. Так предал он огню и собранный в снопы урожай, и всю ниву, и виноградники, и масличные сады. Стали филистимлене искать, кто это сделал, и им сказали, «Самсон, зять того человека из темны, что отдал его жену его дружку». Тогда филистимлене пошли и сожгли эту женщину и ее отца. Самсон сказал им, «Раз вы так поступаете, то и я не успокоюсь, пока не отомщу вам». И он обрушился на них, и кости им ломал, перебив множество филистимлен. Филистимлене выступили в поход и стали лагерем в Иудее, приготовившись к битве на подступах к Лехе. Иудеяне стали спрашивать их, «Зачем вы идете на нас?» А филистимлене отвечали, «Мы пришли повязать Самсона и обойтись с ним так, как он поступил с нами». Отправились тогда три тысячи человек из Иудеи к ущелью Итамской скалы и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что мы под властью филистимлен? Что же ты с нами делаешь?» Самсон ответил им, «Я обошелся с ними так, как они со мной поступили». Тогда они сказали, «Мы пришли связать тебя и отдать в руки филистимлен». Самсон потребовал, «Поклянитесь, что сами вы меня не убьете». Они ответили, «Нет, мы лишь свяжем тебя и отдадим им, а убивать не станем». Они связали его двумя новыми веревками и повели прочь от скалы. Когда они подходили к лехе, филистимлене встретили их криками. Сошел тогда дух Господень на Самсона, и веревки на его руках стали, как клен, огнем охваченный, и спали с рук. Подхватил он челюсть недавно павшего осла, вооружился ею и сразил тысячу филистимлен. И сказал Самсон, «Челюстью ослиной, груды на груду бросая, челюстью ослиной я тысячу сразил». Сказав это, он бросил эту челюсть и дал тому место имя Рамат-Лехи. Самсона мучила сильная жажда, и он возвал к Господу, «Ты сам даровал слуге своему великую победу, а теперь я погибну от жажды и окажусь в руках необрезанных». И тогда Бог разверз землю, ту котловину, что в Лехи, и потекла оттуда вода. Напился Самсон воды и пришел в себя, и, воспрянув духом, дал тому место имя родник Воззвавшего. Он есть в Лехи и по сей день. Самсон был судьей в Израиле и правил им двадцать лет во времена филистимского господства. Глава шестнадцатая Однажды, будучи в Газе, Самсон увидел там женщину-глудницу и был с ней. И когда жителям Газа сообщили, что Самсон объявился в городе, они собрались у городских ворот и всю ночь прождали его там, в засаде. Они, затаившись, всю ночь предвкушали. «Подождем, когда рассветет, тогда и убьем его». А Самсон спал до полуночи, а в полночь, проснувшись, встал, подошел к городским воротам, выломал их вместе с обоими косяками и засовом, взвалил на плечи и отнес на вершину горы, что перед Хевроном. Некоторое время спустя Самсон полюбил женщину, жившую в долине Сарек. Звали ее Далила. Пришли к ней филистимские правители и сказали, «Выведай лестью! В чем его великая сила? И как можно его одолеть, чтобы связать и усмирить?» «А каждый из нас даст тебе по тысяче сто шайкелей серебра!» Далила спросила Самсона. «Скажи мне, прошу, в чем кроется твоя великая сила? Как можно тебя связать и усмирить?» Самсон ответил ей, «Если связать меня с семью свежими, еще не высохшими жилами, то я слабею, стану, как все прочие люди». Филистимские правители принесли ей семь свежих, еще не высохших жил, и она связала его, а в другой внутренней комнате у нее притаилась засада. Только она крикнула, «Вот ты, филистим, ли не за тобой, Самсон!» Как он разорвал эти жилы, как льняные веревки, охваченные огнем. Его сила так и осталась тайной. Далила упрекнула Самсона. «Ты обманул меня, сказал мне неправду. Скажи, прошу, как можно тебя связать?» Самсон ответил ей, «Если связать меня новыми, неиспользованными еще веревками, то я ослабею, стану, как все прочие люди». Далила взяла новые веревки, связала его и крикнула, «Вот и филистим, ли не за тобой, Самсон!» А в задней комнате у нее притаилась засада. Но он порвал эти веревки, словно нитки. Далила снова упрекнула Самсона, «А ты все обманываешь меня, говоришь мне неправду. Скажи мне, как связать тебя?» Он ответил ей, «Если вплести семь косичек моих в ткань и прибить ее поперечиной к ткацкому станку, то я ослабею, стану, как все прочие люди». «Когда он спал, Далила взяла семь косичек его, вплела в ткань и прибила ее поперечиной к ткацкому станку. Только она крикнула, «Вот и филистим, ли не за тобой, Самсон!» Как он проснулся и выдернул косички вместе с тканью, прибитой к ткацкому станку. Далила, все упрекала его. «К чему ты говоришь мне о своей любви, когда сердце твое не со мной? Три раза ты обманул меня и так и не сказал, в чем твоя великая сила». И так она умоляла его и мучила его ежедневно, что ему и жизнь стала немила. Тогда он открылся ей и сказал, «Бритва не касалась моей головы, потому что я чрева матери на заре и Божий. Если меня обрить, то и сила оставит меня. Я ослабею и стану, как все прочие люди». Далила поняла, что теперь он открылся и передала филистимским правителям через гонцов, «Теперь приходите!» Он открылся мне, рассказав свою тайну. Филистимские правители пришли к ней, захватив с собой серебро. Далила, убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать семь косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям и сила оставила его. Она крикнула, «Вот и филистимлене за тобой, Самсон». Он проснулся и ответил, «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимлене, выкололи ему глаза, привели его в газу, заковали в двойные медные цепи, и пленный он стал ходить по кругу, вращая жернова. А тем временем остриженные его волосы начали снова отрастать. Филистимские правители собрались на великое жертвоприношение догону своему богу и устроили праздник. Они говорили, «Предал наш бог в руки нам Самсона, нашего врага». Народ, увидев его, прославлял своего бога и говорил, «Предал наш бог в руки нам нашего врага, который разорял нашу страну и многих из нас убил». В разгар веселья они попросили, «Позовите сюда Самсона, нам на забаву». Привели Самсона из темницы им на забаву и поставили между опорными колоннами дома. Тогда Самсон попросил мальчика-поводыря, «Дай мне нащупать колонны, на которых держится крыша дома, и я обопрусь о них». Дом тот был полон мужчин и женщин, были там и филистимские правители, и на крыше было около трех тысяч мужчин и женщин, и все они наблюдали, как забавляет их Самсон. Тут он воззвал к Господу, «Владыка Господи, прошу, вспомни обо мне еще один только раз, дай мне силы Божия, и я отомщу филистимленам сразу за оба моих глаза». Самсон уперся в две средних колонны, на которых держалась крыша дома. В одну он уперся правой, а в другую — левой рукой. Крикнул он, «Пусть погибну я вместе с филистимленами!» изо всех сил надавил на столбы, и дом обрушился на правителей и на простой народ, находившийся внутри. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлен, нежели убил за всю жизнь. Потом пришли братья его и весь дом его отца, унесли его и похоронили между царой и Эштаолом в гробнице отца его, Моноаха. Самсон был судьей в Израиле двадцать лет. Псалтырь Псалом 113 Когда Израиль из Египта вышел, дом Иакова от народа с чужим языком, Иуда стал святыней Господа, Израиль — уделом его. Увидев то, море прочь побежало, и Ордан обратился вспять Горы прыгали тогда, как овцы, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, что ты побежала, и с тобой, Иордан, что ты вспять потек? Что с вами, горы, вы прыгали, как овцы, и вы, холмы, как ягнята? Трепещи земля перед Господом, Перед Богом Иакова, Перед Богом, обращающим скалу в озеро полноводное, И камень в источник вот. Не нам, Господи, не нам, А имени Твоему слава, Ибо неизменно любовь Твоя, Велика Твоя верность. Неужели язычники говорить будут, Где же их Бог? Наш Бог в небесах, Он делает все, что желает. Идолы их, серебро и золото, Изделия рук человеческих. Есть у них уста, Но не говорят они. Глаза есть у них, Но они не видят. Есть у них уши, Не слышат они. Нос есть у них, Но нет обоняния. Руки у них, Но не осязают они. Ноги, Но они не ходят. Их гортань И звука Издать не может. Те, кто делает их, Сами подобны им, Как и все, Надеющиеся на них. А ты, Израиль, Надейся на Господа, Он помощь наша ищит. Дом Аарона, Надейся на Господа, Он помощь наша ищит. Благоговеющие пред Господом, Надейтесь на Него, Он помощь наша ищит. Господь, Господь, Всегда о нас помнивший, Благословит нас. Благословит Он дом Израиля, Благословит Он дом Аарона, Благословит Он тех, Кто благоговеет пред Господом, Как малого, Так и великого. Да сделает Господь потомство ваше многочисленным, Потомство ваше и детей ваших. Да благословит вас Господь, Сотворивший небо и землю. Небо Господне оно, А землю Он дал человеку. Не мертвые прославят Господа, Не те, кто не сходит в страну молчания, А мы, Мы будем прославлять Господа Отныне и вовеки. Аллилуйя! Евангелие по Луке Глава двадцатая Однажды, когда он учил народ в храме И возвещал благую весть, Подошли к нему первосвященники и книжники Вместе со старейшинами и спросили его, «Скажи нам, по какому праву ты это делаешь? Кто тебе дал это право?» Он же сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Скажите мне, Крещение Иоанна, От Бога ли было оно? Или от людей?» Они же рассуждали так между собой. Если, скажем, от Бога, То он спросит, Почему же вы не поверили ему? А если, скажем, от людей, То весь народ побьет нас камнями, Потому что все убеждены, Что Иоанн пророк. И они ответили, Что не знают, От кого оно. Тогда Иисус сказал им, «И я не скажу вам, По какому праву делаю это?» Затем Иисус рассказал народу такую притчу. Насадил человек виноградник, И, отдав его в наем виноградарям, Надолго уехал. Когда пришло время сбора урожая, Он послал к виноградарям слугу, Чтобы взять у них свою часть плодов Из этого виноградника. Но виноградари избили и выгнали этого слугу, Ничего ему не дав. Поэтому хозяину пришлось послать другого слугу. Но и того они, избив и опозорив, Прогнали ни с чем. Он послал к ним и третьего, И того они избили до крови И выбросили из виноградника. «Что делать мне?» Сказал тогда хозяин виноградника. «Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, они его постыдятся». Но, увидев сына, Виноградари стали рассуждать между собой, Как им поступить. «Это наследник», — говорили они. «Убьем его, И его наследство станет нашим». Они выволокли его из виноградника И убили. Что после этого Сделает с ними хозяин виноградника? Он явится И предаст смерти этих виноградарей. А виноградник отдаст другим. Услышав это, Люди сказали, «Пусть никогда Этого не будет!» Иисус же, Взглянув на них, Спросил, «Что же тогда Означают Такие слова в Писании?» «Камень, Что отвергли строители, Краеугольным Стал камнем. Каждый, Кто упадет, На этот камень Разобьется, А на кого он Упадет, Того Обратит Во прах». Книжники И первосвященники Хотели Тотче же Схватить его, Ибо поняли, Что он Рассказывал Эту притчу О них. Но Побоялись Народа. Они Решили Следить за ним И подослали Своих людей, Выдававших Себя За праведных. Надеялись Те Поймать Его На слове И отдать Во власть Прокуратора Для суда Над ним. Они Обратились К нему С вопросом. «Учитель», Сказали Они, «Мы знаем, Что ты Говоришь, Невзирая На лица, И учишь Верно, И воистину Пути Божьему Учишь. Можно ли Нам Платить Налог Кесарю Или Нет?» Он Распознав Их Хитрость Сказал Им, Покажите Мне Динарий Чье На нем Изображение И чья Надпись? «Кесаря», Отвечали Они. Он Же Сказал Им, «Так И Отдайте Кесарева Кесарю, А Божия Богу». И Не Удалось Им Поймать Его Наслове При Народе И Удивленные Его Ответом Они Замолкли Затем Подошли К Иисусу Некоторые Саддукеев Они Отрицают Воскресение Мертвых И Спросили Его Учитель Моисей Дал Нам Такое Установление Если Чей-либо Брат Будучи Женат Умрет Бездетным То Пусть Его Брат Возьмет Вдову Его Себе В жены И Продолжит Род Брата Своего И Вот Было Семь Братьев Первый Женившись Умер Бездетным Второй А затем И третий Брали Ее Себе В жены И так Все Семеро И Умерли Они Не Оставив После Себя Детей Потом Умерла Эта Женщина Чьей Женой Будет Она При Воскресении Мертвых Ведь Все Семеро Были Женаты На Ней Люди Мира Сего Женятся И Выходят Замуж Сказал Им Иисус Но Те Кто Окажется Достойным Место В ином Мире И Воскресение Мертвых Более Не Женятся И Замуж Не Выходят И Смерть Над Ними Уже Не Властна Они Подобны Ангелам И Как Люди Удостоившиеся Воскресения Они Дети Божьи А Что Мертвые Воскресают Так Об Этому Сам Моисей Говорил Рассказывая О Горящем Кусте Когда Называл Господа Богом Авраама Богом Исаака И Богом Иакова Он Не Мертвых Бог А Живых Ибо Для Него Все Живы Некоторые Некоторые Книжников Сказали Учитель Это Был Хороший Ответ И Они Больше Не Решались Спрашивать Его О чем Бы Бы И И И И И Как Ж Говорят Что Мессия Сын Давидов Ведь Сам Давид Говорил В Книге Псалмов «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим». И так Давид называет его Господом. Как же Мессия может быть сыном его? В то время, когда весь народ слушал его, он сказал ученикам своим «Остерегайтесь книжников, им нравится ходить в длинных одеждах, они любят, чтобы их почтительно приветствовали на площадях, любят сидеть впереди всех в синагогах и занимать почетные места на перах. Они наживаются за счет вдов и напоказ долго молятся. Ждет их самый суровый приговор.